Всё это к тому, чтобы пробудить в вас основную суть фарма. То, что фармя всего лишь 120 минут в день, можно достичь таких результатов. Всем привет, с вами Priya. Читая комментарии на ютубе, нередко нахожу такие комментарии по типу «Вау, откуда у тебя столько голды? А как ты так нафармил? А занимаешься ли ты сейчас фармом голды? А на чём это вообще было завязано?» Ну, отвечу так, что вся голда, которая была нафармлена мною ранее, она была нафармлена на гарнизонах, на ежедневном их фарме. И, в принципе, в текущий момент это не особо так можно реализовать. Но удивляться такому большому количеству голды вообще ни к чему. На текущий момент очень много есть различной инфы о том, как нафармили голд, ну, не знаю, там, в течение месяца, например, ну, лямчик так, полтора. Не верите? А мы сейчас с вами всё абсолютно посмотрим. Дело было вечером, делать было нечего. Сидел, серчил инфу различную на реддите и увидел такую таблицу. Цель фарма, которая отслеживается в столбике куалл, была проста. Накопление голды на один жетон. На американских серверах он стоит 140 тысяч голды. В принципе, абсолютно всю эту цель он выполнил. Где мы можем отследить это и в каких столбиках? То есть столбик стартинг голд — это тот голд, с которым он стартует какой-либо определённый день. Эндинг голд — это тот столбик, который показывает нам, с каким количеством голды он закончил этот день. Дейли дифферент — это столбик, показывающий нам, какое количество голды было им заработано. Ран дифф — это то количество голды, которое он заработал с первого дня и к концу, получается, следующего. То есть если рассмотреть 1 июля и 29 июля, то он заработал 1 миллион 218 тысяч 296 игрового золота. В столбике таймплейт можно отследить то количество минут, которое он уделял какому-либо фарму. Ну а нотс, столбик с заметками, показывает нам лишь только то, что он делал конкретно в этот день. Ну допустим, разберём первый день, чем он занимался. 120 минут было потрачено на элферы и нормал рейды пандарии. Если у вас есть полёты, если у вас есть гирнутый персонаж, вы потратите на это гораздо меньше времени на перемещение между рейдами. Вот и всё. То есть 120 минут на получается элфер и нормал рейды. Сколько он получил? Он получил 7230 голды. Что мы получаем вообще с этих рейдов? Мы получаем всякий трэш-лут, эпики-зелёнки, боешки, которые можно продавать торговцу. Также мы получаем всякие частицы гармонии, различные там, может быть, реагенты, питомцев можно выставить на аук. Ну может это кто-то покупает. Далее чем он занимался. Второй день. Дофармленный нормал рейды пандарии. Также был фарм в озеро ледяных оков, реагентов лечовских. Руды, травы получается. Я, честно говоря, не знаю, кто на ру-серверах в текущий момент будет покупать траву лечкинга и руду лечкинга. Но, в принципе, инженерские чопперы ещё крафтят. Может, старую химию там для чего-то используют. То есть, может быть, это делают. Это покупают и для чего-то используют. Третий день он отдыхал, но что-то вытянул с аукциона. Какие-то продажи были осуществлены и получил 4266 золота. В четвёртый день был осуществлён фарм БК, то есть Burning Crusade за пределье травы руды, ну а также катаклизмовской. Вот насчёт БК я тоже не уверен, будут ли её покупать у нас на ру-серверах. А вот насчёт катаклизмовской травы я точно уверен, что её будут покупать, ну а также руду. Потому что Фиал Песков в текущий момент стоит весьма хорошую такую цену. Тысяч 80, по-моему, 75. И, в принципе, люди готовы покупать какую-либо траву, руду для крафта реагентов с целью дальнейшего крафта Фиала Песков. Маунт классный, двухместный. Пятый день фарм БК, шестой день БК плюс ката, седьмой день, ну получается, КД откатилось. И опять идёт ран в нормал рейды. Также фарм Вунгора. Фарм Вунгора в кратере осуществляется лишь только с той целью, чтобы нафармить ториевые слитки и чародейские кристаллы, которые нужны для дальнейшего крафта арканитовых слитков, которые нужны, насколько я правильно помню, для такого молоточка, как Сульфурос и для дальнейшего получения легендарки. Далее этим человеком были сделаны кресты на вступление в БФА. И он начал фарм руды и травы. Той БФАшной травы и руды, которая на Култиросе и Зандаларе находится. Далее 9 июля фарм БФА, 10 июля тоже фарм БФА, 11 тоже фарм БФА, также ещё и озеро Ледяных Оков. 12 июля фарм Нажатарской руды и травы. Нажатарская руда и трава, что самое интересное, стоит даже дороже на текущий момент, чем на американском сервере, на котором играет автор этой таблицы. То есть если мы будем фармить на протяжении месяца руду и траву Нажатара по 120 минут в день, в теории даже можно и побольше голды сделать. Далее 12 июля 230 минут фарма Нажатарской травы и руды. 13 июля ЛФР и Нормал рейды Пандари, также фарм БФА, руды и травы. Посмотрим к реальным всё-таки цифрам насчёт Нажатарской руды, например. То есть осминитовая руда, это та руда, которая в текущий момент актуальна. Она фармится на Нажатаре и цена её на US Кадгаре, на том сервере, на котором играет автор этой таблицы, 17 голды, 50 серебра. То есть запомните эту цену и количество её, 31 400 можно сказать. А если открыть Гордуни, то что мы можем увидеть? Её количество 64 тысячи, а рыночная цена 24 голды. То есть вся суть в том, что руды как бы вроде и больше, но при этом и руда у неё больше, что в принципе весьма интересно и это просто в уме не складывается. То есть люди на протяжении ещё долгого контента, я уверен, будут покупать руду, так как они будут прокачивать свои профессии. Также трава будет покупаться, ну потому что люди рейдят. Кем закрыты мификашары на текущий момент на Гордуни? Никем. То есть люди ещё продолжают освоение, поэтому можно спокойно фармить. И в принципе занимаясь этим лишь 120 минут в день. Если, конечно, вы не хотите лям делать в месяц, то вы можете просто-напросто уменьшить то время, которое вы уделяете этой игре. Фармить, например, не 120 минут в день, а, например, 20-30. И в итоге вы получите в 4 или в 6 раз меньше голды. Но в теории на жетон это всё равно хватит. То есть лям 200 делим на 4 или на 6, это 300 или 200 тысяч голды. Жетон стоит 170, так что... Простая арифметика даёт нам такие огромные числа. И в теории-то это реально, нафармить такое. Я желаю вам в этом успехов, чтобы у вас всё получилось. Голды было больше, чем у меня. Я уверен, вы к этому скоро приблизитесь. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги. Не забывайте про ссылочки в описании. До скорого. Продолжение следует...